С Аллахом. Все, что находится вокруг нас, изобилует красотами, которые свидетельствуют о существовании Аллаха и о Его беспредельном могуществе. Улыбающиеся мордочки дельфина. Изысканная расцветка крыльев бабочек. Синее море. Зеленые леса. Пестрые разноцветные цветы. И все это сотворил Аллах. Наблюдая вокруг себя эти удивительные красоты, мы очень легко понимаем существование того, кто все это создал. Прежде всего, наше тело является самым ярким доказательством существования Всевышнего Творца. Чудеса в нашем организме. Все мы наделены очень красивым и удобным для использования телом. Ваши руки могут держать предметы намного лучше даже самых точных и современных роботов. Ваши ноги позволяют вам легко бегать. Глаза дают вам четкое изображение окружающего мира лучше любых фотоаппаратов и видеокамер. А уши воспринимают всевозможные звуки гораздо чище самых современных акустических систем. И еще многие другие органы вашего организма поддерживают вашу жизнедеятельность даже без вашего ведома. К примеру, ваше сердце, печень, почки работают лучше самых современных заводов. К тому же вы даже не задумываетесь о них, не контролируете работу ни одного из этих органов. Они работают самостоятельно и очень старательно. Сотни ученых составляют различные планы, проекты. Словом, работают над тем, чтобы сделать хоть какие-либо подобные им органы. Но им не удается сделать даже их точные копии. То есть каждый человек – превосходное, неповторимое существо. И все превосходные системы вашего организма также свидетельствуют о существовании Создателя. Этот всемогущий Создатель – Всевышний Аллах, который сотворил все сущее из непытия. Думали ли вы когда-нибудь о том, как вы появились на свет? Возможно, вы ответите так. У меня есть папа и мама. И моя мама родила меня. Но этот ответ не будет полным. Потому что это не объясняет нам того, как появились ваши папа и мама. И самые первые папа и мама. Может, вам что-то и рассказали об этом в школе. Но здесь есть только один единственный правильный ответ. Первый человек на земле был сотворен Всевышним Аллахом. Кто же является первым человеком? Аллах сотворил первого человека, пророка Адама и его супругу из глины. А всех других людей он сотворил от их потомства. Помните одно. Для того, чтобы сотворить что-либо, великий и всемогущий Аллах лишь повелевает ему. Для того, чтобы что-либо появилось, Аллаху достаточно сказать «Будь». Для этого Всевышний Господь не нуждается ни в чем. Аллаху подвластно сотворить все без труда. Всевышний Господь, сотворивший первого человека, заложил в его организме всю информацию, необходимую для рождения и развития других людей. Эта информация находится в виде программы в наших с вами клетках. Ученые назвали эту программу цепочкой ДНК. Цвет ваших глаз, очертания ваших бровей, цвет волос и ваш рост, цвет вашей кожи, черты лица и все другие ваши особенности записаны в молекуле ДНК, которая содержит в себе информацию объемом в несколько гигантских энциклопедий. Каждый человек на земле, так же, как и вы, родился и продолжает расти, развиваться согласно этой самой программе, сотворенной Аллахом. Заключение Ребята, мы узнали в этом фильме много интересного о пингвинах, проявляющих удивительное самопожертвование и заботу о своих птенцах. О бобрах, строящих великолепные плотины и уютные хатки. Мы убедились в том, что эти милые существа, как и все на земле, как и мы с вами, сотворены Аллахом. Все живые существа, вся красота, которую мы видим в природе, демонстрирует нам безграничное величие Всевышнего Аллаха. Нам следует лишь каждый миг помнить о существовании Всемилостивого Аллаха и благодарить Его за все дарованные нам блага и красоты жизни. Вот что повелевает Всевышний Аллах в священном Коране, который Он не спасал нам. Аллах вывел вас из утробы ваших матерей в тот миг, когда вы еще ни о чем не знали. Затем Он наделил вас слухом, зрением и сердцем, и, быть может, вы будете Ему благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok